Это новый Peugeot 408, и он немного похож на Джея Картрайта. Извините. Так вот, в том плане, что это переросток, уже не обычный хэтч, но еще и не кроссовер, серединка... наполовинку. И сегодня я расскажу о дизайне этого авто, покажу его салон, проверю технологии, оценю практичность, прокачусь на нем. И, конечно же, стартую, чтобы замерить разгон до 96, ведь я Мэтт Уотсон, и это Карвау. Пиздец. Пай, сел, кар, вау. Давайте первонаперво о дизайне 408-го. Он довольно интересный, и различные элементы, если рассматривать их вблизи, выглядят прикольно. К примеру, дизайн задней части с таким спойлером на крышке багажника, опять же, вот эти спойлеры, такая вот объемная оптика, которая загорается при отпирании авто. Вот, пожалуйста, моргает. А вот вытянутый задний бампер по мне смотрится спорно, типа как маска Дарта Вейдера. Заходим сбоку, в базе литой диски 17 дюймов, но это малость не серьезно, вот эти 19 дюймов самое то, хотя можно взять и 20-ки. Покатая линия крыши, хитрые контуры. Повторюсь, вблизи различные элементы авто смотрятся довольно клево. Занятно, тут аж щит Пежо. За подобный щиток у какого-нибудь Феррари надо приплачивать. А у Пежо вон в базе, правда, Пежо по уровню, конечно, далеко не Феррари. Ой, нет, случайно запер авто. Идем дальше. Так вот, перед вблизи тоже весьма интересный. Прикольный дизайн решетки с деталями под цвет кузова, характерные для Пежо клыки. В общем, перед выглядит здорово. И форма передней фарм мне тоже нравится. Так, надо отпереть, чтобы вы посмотрели на зеркала. Не запирайся! Так вот, если отойти подальше, дизайн уже не кажется таким продуманным. Каждая конкретная деталь хороша, но в целом на отдалении даже не знают. Хотя, надо сказать, красный этой машине чертовски идет. В такой комплектации авто выглядит дорого. Собственно, машины недешевые. Начальная цена у нас на Харвау от 31 тысячи фунтов. В среднем через нас можно сэкономить примерно 2 тысячи. Конкретно эта модель, подключаемый гибрид GT, стоит 46 тысяч фунтов. Салон на Пежо мне нравится, а этот и вовсе лучший. До чего классный дизайн передней панели. Такой многоуровневый, ну и материалы по ощущениям прям дорогие, приятно. Понятно, если щупать совсем внизу, там несколько погрубее. Мне кажется, по качеству салон Пежо лучше фольксвагеновского. Даже, наверное, лучше модели Ауди в той же ценовой категории. Очень-очень здорово. У модели GT вот такая симпатичная прострочка. Также сидения с материалом под алькантару. И, кстати, сами они, ну, очень комфортабельные. Одно из главных достоинств авто, информационно-развлекательная система. Радует, что она довольно гибко настраивается. Можно полазить по менюшкам и поменять всякое. Например, информацию, отображаемую на основном экране и на цифровой приборке. Вон, видите, как здорово все настраивается. И к тому же есть еще такие панельки быстрого доступа, которые тоже можно настроить полностью под себя. Если вернуться на главный экран, скажем, мне нужна не мультимедиа, а что-нибудь другое, нажимаем и держим, нажимаем и держим. И вот, например, можно выбрать схему энергопотребления. Вот, сделал вот так, и теперь во время езды можно нажать и выскочит вся необходимая информация. Хотя я бы предпочел, чтобы без лишней возни были доступны другие настройки климат-контроля. Так-то сперва надо нажать кнопку, и уж потом настраивать обдув, температуру и прочее. Впрочем, опять же, можно задать комфортную для себя температуру, нажать и подержать, И вот, появилась плечка. Ловко придумано. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, причем беспроводная, чем я и пользуюсь, вместо встроенного навигатора, хотя он при желании тут тоже доступен. Теперь о цифровой приборке. Ее сделали довольно хитро. Приборка, как полагается, за пластиковым экраном, но сверху выводится еще одна картинка. Она отражается на этом пластике и дает такой эффект объема. При желании все это дело можно отключить, и тогда уже будет привычная, плоская картинка с основного экрана приборки. Опять же, можно менять разные режимы отображения. Здорово. Единственное, о чем стоит помнить при покупке Peugeot, о специфике посадки, так как руль маленький и загораживает приборку. Регулировка руля достаточно гибкая, но имеет смысл сперва посидеть в авто самому и убедиться, что все в порядке. И обод рулевого колеса при удобной лично вам посадке не загораживает приборку. А так раскладка отличная, прям как под меня. Мне нравится. И этот спортивный руль у версии GT тоже. Что еще мне нравится? Практичность. Вот видите, крышка подлокотника, двустворчатая, открываешь, там местечко есть USB, то есть можно не убирать руку, а пассажир без проблем достанет изнутри все, что ему надо. Есть еще вот такое местечко, полагаю, можно хранить там телефон, хотя в этом нет нужды, можно кинуть его на эту панель беспроводной подзарядки, либо вовсе убрать с глаз долой вот сюда и воткнуть зарядку по кабелю. Впрочем, как видите, мой телефон для этого кармашка великоват, будет колотиться о кабеле, может что-нибудь сломать. У меня такое случалось. Есть и подстаканники, причем достаточно большие, для вот такой бутылочки литровой. Влезет ли в дверной карман? Да, влезло. Карманы большие. А еще в передних дверях они отделаны фетром, если кинуть туда какие-нибудь ключи, звенять они не будут. И еще из приятного, вот ручка плавненькая, подсветочка, глаз радует. Ну, классный рассеянный свет, включается касанием, дорого-богато. Это можно сказать и про зеркало заднего вида. О, смотрите, безрамочное, да. Каков красавец. Ладно, посмотрим задние сидения. Позади сидения столь же замечательные, как и спереди. И правда, местами качество несколько пониже. К примеру, вместо приятных материалов на дверях, сзади грубый пластик. И карманы тут фетром не отделаны бесяче. Зато радует, что дофигища места коленям. Ну и в ногах тоже довольно просторно. Да и вытянуться можно, потому что передние сидения довольно высокие, и можно засунуть под них ноги. Удобно тут. Позади. Но надо заметить насчет места сверху. Мне это, например, нормально. Людям за метр восемьдесят будет ничего, а вот для верзил покатая крыша станет проблемой. Еще проблема, не знаю, видно ли вам, но позади тут довольно темно. Можно взять модель с панорамной крыши за девятьсот фунтов, и это разумная опция, ведь с ней все куда воздушнее. Воздушнее? Душнее? Ярче? Светлее? При чем тут воздушность вообще? Впрочем, имеется у меня и претензии. Если надо перевести троих человек позади, кажется, что это идеальный вариант. Подъема в полу нет, центральное сидение довольно упругое, комфортное. Но когда еще люди по краям, из-за того, что кузов не очень-то широкий, они невольно прижимаются к дверям. И поскольку крыша довольно изогнута, крайние пассажиры будут упираться в нее головой. Не бог весть, как удобно. Если вам нужно похожее, но куда более подходящее для перевозок пассажиров позади авто, посмотрите мой обзор Volkswagen Arteon Shooting Brake, нажав на подсказку сверху или пройдя по ссылке в описании. Также не очень радует процесс установки детского автокресла. Понимаете, крепления Ice-FX спрятаны за этими молниями, и расстегнуть-то их, конечно, просто, а вот нащупать там сами крепления получится не сразу. Однако после этого установка кресла проблем не вызовет. И места позади достаточно даже для громоздких обращенных назад конструкций. Что еще надо знать? Вот, пожалуйста, два разъема USB, немножечко места тут внизу, местечко здесь, дверные карманы большие. Большая бутылка влезет. У кого большая бутылка? Бутылку мне! Момент. Повидали, как шустро. Большая бутылочка. Да, у нас большой бутылочкой заведует специально обученный человек. Ну, как видите, влезает, и... Давайте-ка еще проверим. Ты не мог бы еще кое-что сделать? Завести машину, чтобы можно было опустить задние стекла. Еще момент. Это в его обязанности не входит. Он только за бутылочку отвечает. Придется ему приплатить. Ну, да что уж там. Спасибо большое. Потом добавь в invoice. Ну, слушайте, опустились почти до конца, и то хлеб меня устраивает. О, надо еще кое-что показать. Гляньте. Есть доступ в багажник? Да, на случай, если макнете покататься в Альпы. Французы же предусмотрели. Еще тут два подстаканника и небольшое местечко. Видимо, подразумевалось, что оно для айпада или там телефона. Поставить и смотреть. Но кто будет смотреть вот в таком положении? А кэшею повредить недолго, как крайним пассажирам, когда трое сидят позади. О, как вернул. Ладно, посмотрим багажник. У Матали GT крышка багажника открывается без нажатия, причем безотказно. Вот, видали, как просто... Блин, ты меня подвела, работал аж до этого исправно. Как всегда. Куда менее капризная система, чему у многих авто. Объем багажника 536 литров, чуть поменьше, чем у собрата этого авто, Citroёна CX5. И если хотите посмотреть мой обзор этого авто, или правильно, C5X, или C5, C5X. Короче, если хотите посмотреть обзор этого авто, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании. В общем, форма багажника довольно удобная. Есть проблемка, небольшой порожек, но главное, эта маска Дарта Вейдера мешается, а в нее постоянно бьешься ногой при погрузке и выгрузке. А в сырую погоду еще и штаны пачкаются, то есть приходится старательно приподнимать багаж при погрузке-выгрузке, чтобы не задевать этот выдающийся бампер. Ну ладно, а что тут еще? Есть кое-какие фишки, фишки, заценим местные фишки. Здесь небольшая воська сеточка, тут резиночки, можно за ними что-нибудь разместить. И еще крепление, крючки. Вот это мне нравится. Задние сидения складываются, если просто потянуть за ручки. Удобно. И образуется... Детали, вот поняли, о чем я? Короче, поверхность почти ровная, очень просто закидывать вещи вперед, хотя, конечно, ровная не на 100%, сейчас ползет обратно. Однако нужно иметь в виду, что багажник версии гибридов меньше примерно на 12% из-за расположенных внизу батарей. И на этом к пяти недостаткам Peugeot 408. Многие автопроизводители делают специальные направляющие для задних ремней, либо просто приблудок, которые можно их присобачить, чтобы при складывании спинки они не западали. А ты все? Вот. Не стали заморачиваться. Видали? Нас не волнует, что вам неудобно. Ваши проблемы. Не-е-е-е-е. Колесико регулировки наклона спинки расположено очень неудобное. Пойди еще просунь руку, когда уже сел. И что еще хуже, мешается поясничная опора. В общем, не самая простая задача. Придется просить кого-нибудь позади и отрегулировать все это дело за вас. Оттуда удобнее. Тут такая дородная полка багажника из двух частей. Ау! Больно. И вот вторая часть. Продолжи как настоящий профессионал, хоть и подбил себе глаз. Да. Так вот, вниз их не положи, то есть девать некуда, разве что оставить в багажнике, и тогда можно случайно сломать какой-нибудь увесистой сумкой. Зараза, обычно это я издеваюсь над полками багажника. Видимо, они наконец-то решили мне отомстить. Эта машина не оснащена панорамными камерами. Она имитирует панорамность с помощью имеющихся камер, то есть берет картинку с камер позади, и пока вы едете задом, заполняет пробелы, запоминая увиденное. Вроде бы неплохое решение, но оно не поможет вам, например, выехать из узкого пятачка, где вы запарковались ранее. Почему автопроизводители все норовят делать хэтчбеки без заднего дворника? Куда уж без него? Представьте, шел дождь, и вы сдаете назад. Для этого нужно чистое заднее стекло. Тем более, а если птица наганит на заднее стекло? Заднего дворника-то нет? Как это убрать? Придется делать вот так. И подхвачу птичий гриб. Однако не все так плохо, потому что с передними дворниками Peugeot сделали все по уму. Омывайки встроены непосредственно в них. То есть, когда надо почистить стекло, не придется ждать, пока щетки вытрут поток жидкости на стекле, из-за которого ничего не видно. Вот, обзор все время приличный. Сиденья 408-го сделаны по стандартам АГР. Это вроде бы какая-то немецкая ассоциация по поддержанию здоровья позвоночника. Видимо, полезная для осанки позвоночника. Ну, как я и сказал, некомфортная. Для этой машины доступна система ночного видения, основанная на инфракрасной передней камере, которая выводит невидимые в обычных условиях человеческому глазу детали здесь, на приборке, и даже подсвечивает потенциальные угрозы ДТП. У многих машин на решетке вот такие здоровые блямбы. Например, у Шкоды Кодиак и БМВ третьей серии. В них спрятаны всякие дачки и прочее. Продвинутый круиз-контроль, система обеспечения безопасности. Однако, Пежо придумали куда более изящное решение. Почему бы вместо этой фиговины не сделать большой шильдик на решетке, за которым ничего не видно? Гениально! Зеркальце тут особенно хорошее. Гляньте, шире, чем во многих авто. Даже если смотреть совсем в упор, все видно обоими глазами. А еще по краям замечательная рассеянная подсвечка, которая прекрасно подсвечивает вашу красоту. По выбору двигателей у 408-го все незатейливо. Либо трехцилиндровый турбированный бензиновый мотор 1,2 литра на 130 лошадей, либо два подключаемых гибрида. У обоих турбированный ДВС 1,6 литра со вспомогательным электромотором 1 на 180 лошадей, такой вот второй у заряженной версии на 225. У подключаемых гибридов батареи 12 кВт-часов, заявленная дальность хода на электроотяге до 65 км. Независимо от выбранной версии, у всех 408-х восьмиступенчатая коробка автомат и передний привод. Что ж, давайте прокатимся на Пежо 408 первым делом в городе. Сперва отмечу подвеску, несколько жестче, чем я ожидал. Думал, будет помягче. Несмотря на это, если ехать по обычным неровностям, таким ямкам, все неплохо. Проблема в том, что на дорогах похуже. Пятые точки все время чувствуешь вибрации, и даже через руль отдает, немного раздражает, как будто под колесами шумовые полосы. Еще мне не очень нравится обзор. Для пущей спортивности количество стекла тут сильно урезали, и назад обзор теперь просто никакущий. Вперед еще ничего, хотя вот эта часть с зеркалом довольно здоровая и низковисящая, смотришь как будто в бойницу. Попробую здесь крутануться. Диаметр разворота 11,2 метра, а то, что руль маленький и довольно легкий, облегчает подобные маневры. Так, пролезем здесь. Надо бы, пожалуй, включить камеру. Где же камера-камера? Ты где? Включить камеру-камера. Поедем с задним входом, чтобы ее включить. Видите, ничего толком не показывает. Непонятно. Вот о чем я и говорил, дурацкое решение. Не уверен, что мне удастся вписаться, но рискну. То есть да, машина довольно маневренная, но эта штука только бесит. Ну вот, люди уже злятся. Ну а так езда, в принципе, меня радует. Сейчас попробую поставить режим езды только на электротяге. И тишина. А еще включу режим B для большей рекуперации при торможении. Впрочем, сама машина все равно не остановится. Продолжит тихонечко ехать накатом, пока не нажмешь на педаль тормоза. Кстати, тормоза тут могут показаться излишне хваткими. При легком нажатии нормально, но если поднажать, они внезапно... БА! БА! Даже голова заболела. И, наконец, отмечу звук поворотника. Немного напоминает мне мелодии жанра Бусанова на старых синтезаторах Кассио 80-х годов. Сразу видно, а Старпер, да? Что-то там брызжу о старых синтезаторах 80-х. Ну что, проверим этот Пежо на скоростях повыше. Представим, что выехали на шоссе, автостраду, надо набрать скорость 65-ти, а ну-ка поддали. Ну и вот, поехали. Что ж, при нажатии педали чувствуется некоторый отклик от электромотора, затем коробка неспешно скидывает передачу, и потом маленький по объему ДВС ждет, пока сработает турбонагнетатель, и можно будет разогнаться, и уж тогда... Мотор рвет, аааааааааа, как будто ему это немножечко в тягость. Не то чтобы очень, чуть-чуть. Опять же, на скорости начал замечать, что... Довольно много шума от колес. Ветер не так слышен, а вот... Дорога... По-моему, перебор. Если вам интересна машина, которая едет потише, нажмите на подсказочку сверху или пройдите по ссылке в описании, есть у меня такая на примете. Что до расхода, ну все эти подключаемые гибриды якобы на литре топлива проедут сотни километров, чушь полная. На деле все куда хуже, сейчас показывает пять с половиной литров на сотню, так-то ничего, но по итогу не бог весть сколько. Сэкономите, гибрид-то стоит дороже. Мне кажется, придется неплохо так поездить, прежде чем удастся свести в ноль затраты на гибрид по сравнению с версией на обычном ДВС. И наконец прокатимся на 408 по извилистой дороге. Я особо губу не раскатываю, лишь бы ехала нормально, стабильно, без эксцессов. Авто в режиме спорт, двигатель не отключается, все время работает, поэтому реагирует чуть пошустрее. Можно переключать передачи вручную лепестками, но в этом нет смысла, потому что авто все равно делает это самостоятельно, даже в ручном режиме. Причем как-то произвольно, вот как сейчас. Спасибо, машина, но я вообще как бы главный, а ты тут берешь бразды на себя, словно я в подчинении. Но при этом мне нравится маленький руль, ощущается довольно спортивно на поворотах. И в целом машина едет бодрее, чем я ожидал. Один из плюсов более жесткой подвески. Машина не так сильно кренится на поворотах. Справляется неплохо, и в спортивном режиме отклик приличный. В целом мне нравится, как эта машина едет. Да, есть огрехи, не идеально, зато можно сказать с характером. Мне пришлась по душе поездка на этом авто, кто бы мог подумать. Заявлено разгон до 96,7,8 секунды. Что там на деле? Оборудование нам покажет. Погнали. Не хватает зацепу-то. Проблема переднего привода. Ну а сейчас погнали. 8,4. Надо сгонять еще раз. Ну же, зацеп. Буксует поменьше. Может, будет получше. Лучше уже не будет при таких условиях. 8 секунд ровно, 7,8 или 8. Нормально, опять этот звук. Итак, каков же мой вердикт на Peugeot 408? Следует о нем забыть, призадуматься, задуматься всерьез, или взять и купить, не раздумывая. Я считаю, следует... Опять закрылось. Стоило чуть отойти... Бессмыслиться. Так вот, я считаю, следует задуматься о нем всерьез. Машина, конечно, не без недостатков, но довольно обаятельная и не безинтересная. Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк. Если вы на нас еще не подписались, обязательно сделайте это, чтобы не пропускать наши обзоры. Напишите в комментариях, согласны ли вы с моим вердиктом. Если хотите посмотреть еще видео, нажмите на окошке слева, а либо на значок по центру, чтобы перейти на наш канал, где есть масса других, не менее интересных видео на автомобильную тематику. До встречи.